Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о сознании, о том, как сознание может справиться с любым состоянием, с любой болезнью. На самом деле это было известно давным-давно, испокон веков, что сознание первично, и оно может творить все, что угодно, и, соответственно, это растворять, то есть рассоздавать, убирать, удалять. И это знакомо, только просто почему-то это все стало перепутанным, ну и, конечно же, удалили ту вещь, которую важную, что сознание — это животворящее начало. Она была известна нам еще в более ранние времена. Просто кто-то сделал так, чтобы это стало ненужным, сделать из этого что-то такое невероятное. Но сейчас это все восстанавливается. Сейчас с помощью техник новой эры мы знаем, что сознание, действительно, вот когда человек хочет чего-то, это происходит в его жизни. Это может быть, например, исцеление какого-то негативного состояния, болезни, например, или какого-то там чувства, которое возникает постоянно. Или создание чего-то хорошего. То есть когда человек хочет, например, найти свое любимое дело, найти спутника жизни, то есть партнера для отношений, для любви, для взаимодействия. Это может быть все что угодно, когда человек хочет, например, построить дом или создать какое-то предприятие. То есть когда человек положительно, скажем, мыслит, когда он создает это, это и есть вот такое положительное постулирование создания новых идей. И это все творит сознание. То есть сознание — это нечто такое, что не является частью нашей материальной вселенной, но оно может проявляться в материальной вселенной путем как раз вот таких вот суждений постулатов, которые либо что-то воплощают, либо это может быть постулат, когда я прекращаю действия от того, что я создал. Но, конечно же, ни в коем случае не надо подавлять или обесценивать предыдущие постулаты, даже если они кажутся уже ненужными. Если в прошлом там есть какой-то постулат «я плохой», то сейчас повторяю «я хороший, я хороший», этот постулат «я плохой» не уберется. Важно понять, как этот плохой постулат был создан, то есть почему он был создан, и, конечно же, тогда это можно убрать. И для этого я, когда провожу процессинг, я возвращаю человека в прошлые эпизоды и прошу его найти те моменты, когда он использовал этот постулат, когда он его принял, получил от кого-то. И тогда человек возвращается в эти случаи, проходит их и находит, как это было, произошло, что, почему он это сделал. И таким образом путем прохождения, прохождения это уходит. И получается, что каждый человек действительно это в первой основе своей сознания. Если каждый будет это знать, что сознание может способно быть на все, то есть создавать что-то или рассоздавать по своему собственному желанию, вот это будет огромная победа. Поэтому я и создал Академию Счастья, чтобы каждый человек в действительности мог на своем реальном опыте увидеть силу сознания. То есть увидеть, как это работает, как это действует, и на своем опыте получить свои победы. Потому что можно много читать, много говорить, но очень важен собственный опыт. Это и есть реальное знание. Как раз об этом я говорил в своем прошлом видео, можете его посмотреть на моем канале. И поэтому, когда человек сознательный, осознанный, он делает правильные вещи. Вы наверняка тоже за собой наблюдали, что когда у вас хорошее состояние, когда вы в сознании, в большей степени, то есть в настоящем времени, то происходит то, что необходимо. То есть наилучшие вещи и наилучшие решения. Когда сознание уровень снижается, начинаешь как-то так уже делать, что попало, то есть не ведая. Ну и, соответственно, приводишь это к ошибкам, к плохим результатам. Поэтому моя цель – это осознанные люди, осознанное поколение, те люди, которые действительно готовы очищать свое сознание. Поэтому, если вам эта тема интересна, то пишите мне в личные сообщения или в комментариях под видео. Все мои контакты будут в описании. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте отметку «Нравится», палец вверх и колокольчик для напоминаний, чтобы знать о тех видео, которые выходят на моем канале. И буду рад вас видеть в следующем видео. До скорой встречи!